Акробаты со всей России и Республики Казахстан в очередной раз собрались на Омской земле побороться за призы заслуженного мастера спорта, первого чемпиона мира на акробатической дорожке Юрия Зикунова. Начался турнир 7 декабря, красочной церемонией открытия и хорошей новостью. В руках Юрия Зикунова оказался уникальный бланк первого чемпионата мира по спортивной акробатике, на обороте которого автографы всех чемпионов мира 1974 года. Этот ценный подарок будет теперь бережно храниться в Омском музее спортивной акробатики. Состав участников турнира на приза Зикунова традиционно многочисленный и сильный. В программе соревнований три вида. Прыжки на акробатической дорожке, групповые упражнения на ковре и прыжки на батуте. Уже много лет я иду с волнением на эти соревнования. Тем более уже много лет мы все тренеры принимаем активное участие в подготовке этих соревнований. И стараемся сделать так, чтобы нашим гостям было уютно, тепло, хорошо в городе Омске. Наши друзья, коллеги стараются поддержать нас, привести действительно ведущих спортсменов, показать уровень тот детям, которые еще растут, еще малы для всех достижений, до какого уровня нужно стремиться. И действительно, еще не так давно эта смешанная пара из Омска на турнире Зикунова лишь наблюдала за звездными спортсменами и набиралась опыта. Сегодня ребята в статусе чемпионов России уверенно открывают программу мастеров спорта. На ковре Марина Чернова и Александр Скрипников. Мы стали делать более сложные элементы, научились. Ставили в композицию что-то новенькое, чему-то научить младшее поколение. Так как маленько выросли, хочется что-то показать, чтобы младшие тоже научились. На домашнем турнире омские акробаты показали замечательный результат и заняли первое место в чемпионате смешанных пар. Во второй раз в истории соревнований проводятся состязания по прыжкам на батуте, которые по своей зрелищности не уступают акробатическим выступлениям на ковре или дорожке. И если в прошлом году соревнования батутистов проводились в качестве эксперимента, то в нынешнем они приобрели официальный статус. В этом году, конечно, кворум спортсменов намного выше, чем в прошлом году, соответственно, потому что у нас появилось новое оборудование международных стандартов. Спасибо нашему Министерству физической культуры и спорта, что они услышали нас, они поддержали нас и в дальнейшем будут поддерживать. Соревнования, традиционно проводимые Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области совместно с региональной федерацией акробатики и прыжков на батуте, имеют богатейшую историю, отсчет которой начинается в 1967 году. Имея богатые традиции, прекрасный тренерский состав и хорошую спортивную базу, омские акробаты и в этом году показали на турнире высокие результаты. Продолжение следует...